Я спрашивал их нелепый болтун, почему же заблуждается душа, которую создал Бог? Я не хотел, чтобы меня спросили, почему же заблуждается Бог? Я силился доказать, что скорее ты в своей неизменной сущности вынужден спасть в заблуждение, чем признаться, что я, подверженный изменению, добровольно сбиваюсь с пути и в наказание за это впадаю в заблуждение. Мне было, пожалуй, лет двадцать шесть-двадцать семь, когда я закончил эти свитки, развертывая перед собой свои выдумки, эти материальные образы, оглушающие уши моего сердца. Я настораживал их сладостная истина, чтобы услышать мелодию твою, звучащую глубоко внутри меня. Я думал о прекрасном и соответственном, хотел встать на ноги и услышать тебя, радостью обрадоваться, слыша голос жениха, и не мог. Мое заблуждение громко звало меня и увлекало наружу. Под тяжестью гордости своей падал я вниз. Ты не давал слуху моему радости и веселья. И не ликовали кости мои, потому что не были сокрушены. И какая польза для меня была в том, что лет двадцати от роду, когда мне в руки попало одно произведение Аристотеля под заглавием десять категорий. Карфагенский риттер, мой учитель и другие люди, считавшиеся учеными, раздуваясь от гордости, трещали о нем. И слыша это название, я только и мечтал об этой книге, как о чем-то великом и божественном. Я оказался единственным прочитавшим и понявшим ее. Когда я беседовал по поводу этих категорий с людьми, которые говорили, что они с трудом их поняли, и то лишь с помощью ученых-наставников, объяснявших их не только словесно, но и с помощью многочисленных рисунков на песке, то оказалось, что они могут сказать мне о них только то, что я при своем одиноком чтении узнал у себя самого. По-моему, книга эта совершенно ясно толковала о субстанциях, по-моему, и их признаках. Например, человек это качество, сколько в нем футов роста это количество, его отношение к другим, например, чей он брат, место, где он находится, время, когда родился, его положение, стоит или сидит, что имеет, обувь или вооружение, что делает или что терпит. Под эти девять категорий, для которых я привел примеры, и под самую категорию субстанции, подойдет бесконечное число явлений. Какая была мне от этого польза? А вред был, считая, что вообще все существующее охвачено этими десятью категориями. Я пытался и тебя, Господь, дивно простого и неподверженного перемене, рассматривать как субъект твоего величия или красоты, как будто они были сопряжены с тобою как с субъектом, то есть как с телом, тогда как твое величие и твоя красота – это ты сам. Тело же не является великим или прекрасным, потому что оно – тело. Меньшее или менее красивое оно все равно остается телом. Ложью были мои мысли и о тебе, а не истинные. Жалкий вымысел мой, неблаженная крепость твоя, ибо ты повелел, и так и стало со мною, земля начала рождать мне тернии и волшцы, и с трудом получал я хлеб свой. И какая польза была для меня, что я в то время негодный раб злых страстей, сам прочел и понял все книги, относившиеся к так называемым свободным искусствам, какие только мог прочесть. Я радовался, читая их, и не понимал, откуда в них то, что было истинного и определенного. Я стоял спиной к свету и лицом к тому, что было освещено. И лицо мое, повернутое к освещенным предметам, освещено не было. Тебе известно, Господи, что я узнал без больших затруднений и без людской помощи в красноречии, диалектике, геометрии, музыке и арифметике. И быстрая сообразительность, и острая проницательность – твои дары. Но не тебе приносил я их в жертву. Они были мне не на пользу, а скорее на гибель, потому что я жадно стремился овладеть доброй долей имущества своего. Но не сохранил для тебя сил своих, а ушел от тебя прочь в дальнюю страну, чтобы расточить все на блудные страсти. Какая польза была мне от хорошего, если я не умел их хорошо пользоваться? А я стал понимать, как трудно даются эти науки даже прилежим и толковым ученикам, когда, пытаясь их разъяснить, увидел, что самого выдающегося среди моих учеников хватало лишь на то, чтобы не так уж медленно усваивать мои объяснения. Какая была мне польза в этом, если я думал, что ты, Господи, Бог истины, представляешь собой огромное светящееся тело, а я – обломок этого тела. Предел извращенности. Но именно таков был я тогда. Я не краснею, Господи, исповедую перед тобой милосердие Твое ко мне и, призывая Тебя, я ведь не краснел, богохульно проповедуя перед людьми и лая на Тебя. Какая польза была мне от моего ума, так легко справлявшегося с этими науками, и от такого количества запутаннейших книг, распутанных без помощи учителя, если я безобразно кощунствовал и гнусно заблуждался в науке благочестия? Во вред ли был для малых Твоих ум гораздо более медлительный, если они не уходили от Тебя прочь, безмятежно оперялись в гнезде церкви Твоей и выращивали крылья любви, питаясь пищей из здоровой веры? Господи Божий наш, в тени крыл Твоих обретем мы надежду, укрой нас и понеси нас. Ты понесешь, ты понесешь малых детей, да сидин будешь нести их, ибо сила наша тогда сила, когда это Ты. Только наша, она бессилие. Наше благо всегда у Тебя, и отвращаясь от Него, мы развращаемся. Припадем к Тебе, Господи, да не упадем. У Тебя во всей целости благо наше, Ты Сам. Мы не боимся, что нам некуда вернуться, потому что мы рухнули вниз. В отсутствие наше не рухнул дом наш, вечность Твоя. Книга пятая. Прими исповедь Мою, приносимую в жертву Тебе языком Моим, который Ты создал и побудил исповедовать имя Твое. Выздоровели все кости Мои, пусть же они скажут, Господи, кто подобен Тебе. Ничего нового не сообщает Тебе человек, исповедуясь в том, что происходит с ним. Ибо не закрыто взору Твоему закрытое сердце, и не отталкивает человеческая жесткость в десницу Твою. Ты смещаешь ее, когда захочешь, милосердуя или отмщая. И нет никого, кто укрылся бы от жара Твоего. Да хвалит Тебя душа моя, чтобы возлюбить Тебя. Не умолчь нахвалят Тебя все создания Твои. Всякая душа, обратившаяся к Тебе своими устами, Животная и недушевленная природа устами тех, кто их созерцает. Да воспрянет же в Тебе душа наша от усталости. Опираясь на творения Твои, пусть дойдет к Тебе, давно их сотворившему. У Тебя обновление и подлинная сила. Пусть уходят и бегут от Тебя метущиеся и грешные. Ты видишь их, Ты распределяешь и тени. И вот мир прекрасен, и с ними, хотя они сами мерзкие. Но чем повредили они Тебе? Чем обесчестили власть Твою, полную и справедливую от небес и до края земли? Куда бежали, убежав от лица Твоего? Где не найдешь Ты их? Они убежали, чтобы не видеть Тебя, видящего их. И в слепоте Своей наткнуться на Тебя, ибо Ты не оставляешь ничего Тобой и созданного. Да, чтобы наткнуться на Тебя в неправде Своей и по правде Твоей нести наказание, уклонившись от кротости Твоей. Натыкаются они на справедливость Твою и падают в суровость Твою. Не знают они, что Ты всюду, и нет места, где Тебя бы не было. Ты единственный, рядом даже с теми, кто далеко ушел от Тебя. Пусть же обратятся, пусть ищут Тебя, если они оставили Создателя Своего. То Ты не оставил Создание Своё. Пусть сами обратятся, пусть ищут Тебя. Вот Ты здесь, в сердце их, в сердце тех, кто исповедуется у Тебя и кидается к Тебе и плачет на груди Твоей после трудных дорог своих. И Ты, благостный, отираешь слезы их. Они плачут еще больше и радуются, рыдая, потому что Ты, Господи, не человек, не плоть и кровь. Но Ты, Господи, их Создатель, обновляешь и утешаешь их. И где я был, когда искал Тебя? Ты был предо мною. Я же далеко ушел от Себя, я не находил Себя. Как же было найти Тебя? Я расскажу перед очами Господа моего о том годе, когда мне исполнилось 29 лет. В Карфаген приехал некий манихейский епископ по имени Фавст. Это была страшная сеть дьявольская, и многие запутывались в ней. Прищенный его сладкоречием, которые я хвалил, различая, однако, между ним истинной сутью вещей, познать, которую и так жадно стремился. Я вглядывался не в словесный сосуд, а в то, какое знание предлагает мне отведать из него этот столь известный у них Фавст. Молва уже заранее сообщила мне, что он весьма осведомлен о всех высоких учениях и особенно в сведущих науках свободных. Так как я прочел много философских книг и хорошо помнил их содержание, то я и стал сравнивать некоторые их положения с бесконечными манихейскими баснями. Мне казалось более вероятными слова тех, у кого хватило разумения исследовать временный мир, хотя не обрели они Господа его. Ибо высок ты, Господи, и смиренного видишь, и гордого узнаешь издали, но приближаешься только к сокрушенным сердцам. Гордые не находят тебя, хотя бы даже в ученой любознательности своей сочли они звезды и песчинки, измерили звездные просторы. И исследовали пути светил. Они производят эти исследования, руководствуясь разумом и способностями, которые ты им дал. Многое нашли они и предсказали за много лет вперед. Солнечные и лунные затмения, их день, их час и каковы они будут. Высчисления не обманули их, все происходит так, как они предсказали. Они записали законы, имя открытое, их и сегодня знают и по этим предсказывают по ним. В каком году, в каком месяце этого года, в какой день этого месяца и в какой час этого дня. Луна или солнце затемнится в такой-то своей части. Все и произойдет так, как предсказано. Девятся и поражаются люди, неосведомленные в этой науке. Ликуют и кичатся осведомленные. В нечистилой гордости, отходя от тебя и удаляясь от твоего света, они задолго предвидят будущее затмение солнца и не видят собственного в настоящем. Они благоговейно не разыскивают, откуда у них способности, с помощью которых они все это разыскивают. И даже найдя, что ты создал их, они не вручают себя самих тебе, чтобы ты сохранил их, как создание свое, и не заколают тебе в жертву то, что они сами из себя сделали. Они не убивают для тебя ни своих превозносящихся мыслей, как птиц, ни своего любопытства, как рыб морских. А оно заставляет их бродить по тайным стезям пропасти, ни своего распутства, как полевых скотов, дабы ты, Господи, огонь поедающий, уничтожил их мертвенные заботы, а их воссоздал для бессмертия. Они не познали пути слова твоего, которым ты создал, и то, что они вычисляют, и тех, кто вычисляет, и чувства, которым они различают предметы вычисления, и разум, с помощью которого вычисляют. Мудрость же твоя неисчислима. Сам же единородный сын твой сделался для нас мудростью, праведностью и освящением. Но он считался одним из нас и платил подать кесарю. Они не познали этого пути, чтобы спуститься им от себя к нему и через него к нему подняться. Они не познали этого пути. Они думают, что вознеслись к звездам и сияют вместе с ними. И вот рухнули они на землю, и омрачилось безумное сердце их. Много верного сообщают они о твари. Истину же, мастера твари, не ищут благоговейно и потому не находят. А если и находят, то, познав Бога, не прославляют его как Бога и не благодарят, но суетствуют в умствованиях своих и называют себя мудрыми. Себе приписывают твое, и поэтому извращенные и слепые стараются тебе приписать свое. Переносят ложь свою на тебя, которой есть истина, изменяя славу нетленного Бога в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся. Заменили они истину Божией ложью и поклоняются и служат тварей вместо Творца. Я запомнил, однако, у них много верного из наблюдений над природой. Их разумные объяснения подтверждались вычислениями, сменой времен, видимым появлением звезд. Я сравнивал их положение со словами Мани, изложившего свой бред во множестве пространнейших сочинений. Тут не было разумного объяснения ни солнцестояний, ни равноденствий, ни затмений вообще ни одного из тех явлений, с которыми я ознакомился по книгам мирской мудрости. Мне приказано было верить тому, что совершенно не совпадало с доказательствами, проверенными вычислением и моими собственными глазами. И было тому совершенно противоположно. Господь Божий истинный, разве тот, кто знает это, уже угоден Тебе? Несчастен человек, который, зная все, не знает Тебя. Блажен, кто знает Тебя, даже если он не знает ничего другого. Ученого же, познавшего Тебя, сделает блажение не его наука. Через Тебя одного он блажен, если, познав Тебя, прославит Тебя как Бога и возблагодарит, и не осуетится в умствованиях своих. Лучше ведь обладать деревом и благодарить Тебя за пользу от него, не зная, сколько в нем локтей высоты и на какую ширину оно раскинулось, чем знать, как его вымереть, как сосчитать все его ветви, но не обладать им, не знать и не любить его Создателя. Так и верному Твоему принадлежит весь мир со всем богатством своим. И как будто ничего не имея, он обладает всем, прилепившись к Тебе, которому служит все. Пусть он не знает, как вращается большая медведица. Глупо сомневаться, что ему лучше, чем тому, кто измеряет небо, считает звезды, взвешивает вещества и пренебрегает тобою, который все расположил мерой, числом и весом. 5. Кто, однако, требовал, чтобы какой-то мани писал об этих предметах? Чтобы обучиться благочестию, не нужно о них знать. Ты ведь сказал человеку, вот благочестие и есть мудрость. Он мог не ведать об этой мудрости, хотя бы и в совершенстве овладел наукой. Она, однако, вовсе не была ему знакома, но он бесстыдно осмелился поучать. О мудрости, разумеется, он ничего уже знать не мог. Проповедовать мирское знание, даже хорошо себе известное, дело суетное. Исповедовать Тебя – это благочестие. Сбившись как раз с этого пути, он много говорил по вопросам научным и был опровергнут настоящими знатоками. Ясно отсюда, каким могло быть его разумение в области, менее доступной. Он же не соглашался на малую для себя оценку и пытался убедить людей, что Дух Святой, утешитель и обогатитель верных Твоих, лично в полноте своего авторитета обитает в Нем. Его уличили в лживых утверждениях относительно неба, звезд, движения Солнца и Луны, хотя это и не имеет отношения к науке веры. Тем не менее, кощунственности его попыток выступает здесь достаточно. Говоря в своей пустой и безумной гордыне о том, чего он не только не знал, но даже и скользил, он всячески старался приписать эти утверждения как бы божественному лицу. Когда я слышу, как кто-нибудь из моих братьев-христиан, человек невежественный, судит в кривь и в кость о вопросах научных, я терпеливо взираю на его мнение. Я вижу, что они ему не во вред, если он не допускает недостойных мыслей о Тебе, Господе, Творец всего, и только ничего не знает о положении и свойствах телесной природы. Будет во вред, если он решит, что эти вопросы имеют отношение к сущности вероучения и осмелится упрямо настаивать на том, чего он не знает. Такую немощность, впрочем, материнская любовь переносит у тех, кто верой еще младенец, ожидая, пока новый человек не восстанет в мужа совершенного, которого нельзя будет завертеть ветром всякого учения. Мне, впрочем, самому не было вполне ясно. Можно ли объяснить, согласно и с его словами, смену долгих и коротких дней и ночей, самую смену дня и ночи, затмения светил и тому подобные явления, о которых я читал в других книгах? Если бы это оказалось возможным, то я все же оставался бы в нерешительности, действительно это так или же нет. Я поддерживал, однако, свою веру и его авторитетом, будучи убежден в его святости. Почти девять лет, пока я в своих душевных скитаниях прислушивался к манихеям, напряженно ожидал я прибытия этого самого фавста. Другие манихеи, с которыми мне доводилось встречаться, будучи не в состоянии ответить на мои вопросы по этим поводам, обещали мне в нем человека, который, приехав в личной беседе очень легко, со всей ясностью распутает мне не только эти задачи, но и более сложные, если я стану его о них спрашивать. Когда он прибыл, я нашел в нем человека милого с приятной речью, болтовня его о манихейских обычаях, обычных теориях звучала гораздо сладостнее. Что, однако, в драгоценном кубке поднес к моим жаждущим устам этот изящнейший виночерпий? Уши мои присытились уже такими речами. Они не казались мне лучшими, потому что были лучше произнесены, истинными, потому что были красноречивы. Душа не казалась мудрой, потому что у оратора выражение лица подобающее, а выражение изысканное. Люди, обещавшие мне фавста, не были хорошими судьями. Он казался им мудрецом только потому, что он услаждал их своей речью. Я знал другую породу людей, которым сама истина кажется подозрительной, и они на ней не успокоятся, если ее преподнести в изящной и пространной речи. Ты же наставил меня, Господи, дивным и тайным образом. Я верю, что ты наставил меня, ибо в этом была истина, а кроме тебя нет другого учителя истины, где бы и откуда бы не появился ее свет. Я выучил у тебя, что красноречивые высказывания не должны казаться истинной, не должны, потому что они красноречивы и нескладны, кое-как срывающиеся с языка слова. Лживыми, потому что они нескладны, и наоборот. Безыскусственная речь не будет тем самым истинной, а блестящая речь тем самым лживой. Мудрая и глупая – это как пища, полезная или вредная. А слова, изысканные и простые, – это посуда, городская и деревенская, в которой можно подавать и ту, и другую пищу. Жадность, в которой я столько времени ожидал этого человека, находила в себе утоление в оживленном ходе его рассуждений и в той подобающей словесной одежде, в которой он с такой легкостью одевал свои мысли. Я наслаждался вместе со многими, расхваливал и превозносил его даже больше многих, но досадовал, что не могу в толпе слушателей предложить ему вопросы, меня тревожившие, и поделиться ими, обмениваясь мыслями в дружеской беседе. Когда же наконец случай представился, я вместе с моими друзьями завладел им в то время, когда такое взаимное обсуждение было вполне уместно, и предложил ему некоторые из вопросов, меня волновавших. Я прежде всего увидел человека, совершенно не знавшего свободных наук, за исключением грамматики, да и то в самом обычном объеме. А так как он прочел несколько речей Цицерона, очень мало книг Сенеки, кое-что из поэтов и тех манихеев, чьи произведения были написаны хорошо и по-латыни, и так как к этому прибавлялась еще ежедневная практика в болтовне, то все это и создавало его красноречие, которое от его ловкой находчивости и природного очарования становилось еще приятнее и соблазнительнее. Правильны ли воспоминания мои, Господи Боже мой, судья моей совести? Сердце моей и память моя открыты тебе. Ты уже вел меня в глубокой тайне промысла твоего и обращал лицом к постыдным заблуждениям моим, чтобы я их увидел и возненавидел. После того, как ясно мне стала полная неосведомленность Фавса в тех науках, великим знатоком которых я почитал его, стал я отчаиваться в том, что он мог объяснить и разрешить вопросы, меня волновавшие. Ничего в них не понимая, он все же мог обладать истинной верой, не будь он манихеем. В книгах полны нескончаемых басен о небе и звездах, о солнце и луне. Я уже не рассчитывал на то, чего мне так хотелось, именно что он сможет, сравнив их с вычислениями, вычитанными мной в других книгах, до тонкости объяснить мне, так ли все и обстоит, как об этом написано у манихеев, или хотел показать, что их доказательства не уступают по силе другим. Когда я предложил ему рассмотреть и обсудить эти вопросы, он скромно не осмелился взвалить на себя такую ношу. Он знал, чего он не знает, и не стыдился в этом сознатии. Он не принадлежал к тем многочисленным болтунам, которых мне приходилось терпеть, и которые, пытаясь меня учить, ничего не могли сказать. У Фавста сердце не было права по отношению к тебе, но было очень осторожно по отношению к себе самому. Он не был вовсе не осведомлен в своей неосведомленности, не хотел, кинувшись от чертя голову в спор, оказаться в тупике. И выйти некуда, и вернуться трудно. За это он понравился еще больше мне. Скромное признание прекраснее, чем знание, которое я хотел получить. Он же во всех трудных и тонких вопросах, я видел это, вел себя неизменно скромно. Рвение, с которым бросился я на писание мани, охладело. Еще больше отчаялся я в других учителях после того, как знаменитый Фавст оказался так невежествен во многих волновавших меня вопросах. Я продолжал свое знакомство с ним, потому что оно страшно. Он увлекался литературой, а я тогда карфагенский ритор преподавал ее юношам. Я читал с ним книги, или те, о которых он был наслышан и потому хотел прочесть их, или те, которые я считал подходящими для такого склада ума. Знакомство с этим человеком подрезало все мои старания продвинуться в этой секте. Я, правда, не отошел от них совсем, но вел себя как человек, который, не находя пока ничего лучшего, чем учения, в которые он когда-то слепую ринулся, решил пока что этим и довольствоваться в ожидании. Не высветлится ли случайно что-то, на чем надо остановить свой выбор? Таким образом, Фавс, для многих оказавшийся силком смерти, начал, сам того не желая и о том не подозревая, распутывать тот, в который я попался. Рука твоя, Господи, вне исповедимости промысла твоего, не покидала души моей. Мать моя приносила тебе в жертву за меня кровавые из сердца денно и ночь налившиеся слезы. И ты дивным образом поступил со мною. Ты, Господи, так поступил со мной, ибо Господом утверждаются стопы человека, и он благоволит к пути его. И кто подаст нам спасение, как не рука твоя, обновляющая создание твое? Рука твоя была в том, что меня убедили переехать в Рим, и лучше, чем преподавать то, что я преподавал в Карфагене. Я не примену исповедовать тебе, что побудило меня к этому переезду. Глубина, в которой ты скрываешься, и милосердие твое, которое всегда тут с нами, достойно размышления и хвалы. Я решил отправиться в Рим не потому, что друзья, убеждавшие меня, обещали мне больший заработок и более видное место, хотя и то, и другое меня тогда привлекало. Главной же и почти единственной причиной были рассказы о том, что учащаяся молодежь ведет себя в Риме спокойнее, что их сдерживает строгая определенная дисциплина, и они не смеют дерзко и беспорядочно врываться в помещение к чужому учителю. Доступ к нему в школу открыт вообще только с его разрешения. В Карфагене же, наоборот, среди участников старит распущенность, мерзкая, незнающая удержу. Они бесстыдно вламываются в школу и словно обезумевно нарушают порядок, заведенный учителем для пользы учения. С удивительной тупостью наносят они тысячу обид, за которые следовало бы по закону наказывать, но обычай берет их под свое покровительство. Они тем более жалки, что совершают, как нечто дозволенное, поступки, которые никогда не будут дозволены по вечному закону твоему. Они считают себя в полной безнаказанности, но их наказывает слепота к собственному поведению. Они потерпят несравненно худшее, чем то, что делают. Участие не хотел принадлежать к этой толпе, став учителем, вынужден был терпеть ее около себя. Действовал через людей, любивших эту жизнь смерти. Здесь они творили безумство. Там сыпали пустыми обещаниями, чтобы направить шаги мои. Ты втайне пользовался их и моей развращенностью. Те, кто нарушал мой покой, были ослеплены мерзким бешенством. Те, кто звал к другому, были мудры по земному. И я, ненавидевший здесь подлинное страдание, стремился туда, к мнимому счастью. Ты знал, Господи, почему я уезжал из Карфагена и ехал в Рим, но не подал об этом никакого знака ни мне, ни матери моей, которая горько плакала о моем отъезде и провожала меня до самого моря. Она крепко ухватилась за меня, желая или вернуть обратно, или отправиться вместе со мною. Но я обманул ее, сочинив, что хочу остаться с приятелем, пока он не отплывет с поднявшимся ветром.